Егерь Матвей с трудом прибирался по заснеженному лесу. Ему предстояло проверить кормушки, расставленные для оленей и косуль, добавить сена и соли, если это требуется. Матвею оставалось обойти еще пару участков, когда он увидел волка, лежавшего под старой лиственницей. Зверь тихонько подвывал, пытаясь лизать правую заднюю лапу, которая была зажата в огромном ржавом капкане. «Эх ты, дружище!» – сочувственно сказал волку егерь и подошел ближе. «Как же тебя это угораздило! Ну-ка, дай посмотрю!» Но едва Матвей протянул к нему руку, волк угрожающе зарычал. «Ну-ну, прекрати!» – стал уговаривать зверя человек. «Я ведь пришел, чтобы помочь тебе. Поэтому давай-ка, потерпи!» И не обращая больше внимания на лязгающие зубы зверя, Матвей обломил сухой сучок, отвалявшийся рядом обломленной ветки, и стал разжимать капкан, подсовывая между зубьями палку. С большим трудом мужчине удалось разжать железные оковы и освободить лапу несчастного волка. «Ну вот и все, дружок! Теперь посмотрим, не перебита ли кость!» Лапа пострадала сильно. И обессилевший от потери крови волк уронил голову на примятый грязный снег. Тогда Матвей срубил несколько еловых веток, осторожно переложил зверя на импровизированную волокушку и направился к своему дому, который находился в десяти километрах от этого места, на краю небольшого таежного поселка. Несколько раз Матвей останавливался, поправлял волка и снова продолжал путь. Когда же добрался до своего маленького домишка, где жил уже много лет один, поднял зверя на руки и внес в сене, а затем на кухню и положил у теплой печки, которая не остыла с утра. Тут Матвей повнимательнее осмотрел пострадавшего и увидел, что у него изрезан бок, шкура висела на нем лохмотьями. Потом достал с полки аптечку, которую всегда держал на всякий случай, сделал волку пару уколов, обработал раны и на полчаса оставил зверя в покое. Немного погодя принес молока, смешал с водой и, слегка разжав его челюсти, влил в пасть волка несколько чайных ложек прохладного напитка. Так Матвей выхаживал серого постояльца больше недели. Первые дни егерь думал, что волк не выживет, но уже на восьмые сутки зверь уже охотно ел с руки своего спасителя. «Ах ты, бродяга!» – ласково хвалил его Матвей. «Вот ведь какой молодец! Давай, ешь, ешь, тебе поправляться надо!» Как-то к Матвею пришла Тамара, его соседка, у которой совсем недавно родилась маленькая дочь. «Иваныч, прошу тебя, присмотри за Анюткой. Федора в больницу положили, надо отвезти ему кое-что из вещей. Я мигом, а она будет спать, сытая. А если что, вот бутылочку ей дашь». «Вот ты придумала, Тома! Тебе что, в поселке няньки, кроме меня, не нашлось?» «Да ну их, честное слово!» – махнул рукой Тамары. «Никого не допросишься. Вот только у тебя волчар этот. Вон как смотрит». «Ты, бродягу, не бойся!» – покачал головой Матвей. «Он еще даже не встает. А Аленку давай сюда. Пусть вот тут спит, а я рядом буду». «Спасибо тебе, Матвей. Хороший ты мужик. Жену бы только тебе найти. Ты ведь молодой совсем, одичаешь в наших краях. Почему не женишься?» «Ничего, Тома, как-нибудь проживу. Здесь у вас намного лучше и тише, чем там, в городе. А жениться мне на роду, видать, не написано. Ну ладно, давай дочку. А сама можешь идти. Федор ждет». Никто так и не узнал, что семь лет назад у Матвея была невеста Наташа. Они готовились к свадьбе, и парень был очень счастлив тем, что ему досталась самая лучшая девушка на свете. Чтобы подготовить все как нужно, Матвею пришлось работать на трех работах. Кроме того, по ночам он разгружал вагоны. Зато сам купил платье для невесты, обручальные кольца, оплатил небольшой ресторанчик, где с друзьями и родственниками молодожены собирались отметить свое радостное событие. Ничего не предвещало беды. Наташа была веселой и ласковой, искренне радовалась, что сделал Матвей. И вот настал день свадьбы. Жених нервничал, как и все молодые парни на его месте, поджидал свою невесту. Наконец, она появилась в окружении подружек. Сначала Матвей не узнал Наташу. Она была в другом платье, явно более дорогом, чем то, которое он ей подарил. Девушка подошла к нему и, увидев недоумевающий, но восхищенный взгляд, рассмеялась. «Ну что ты, не ожидал меня увидеть такой, да? А я вот тоже не ожидала от тебя такого. Я думала, что ты нормальный парень. Оказалось, что это не так». «Подожди, Наташа, ты что такое говоришь? Я ничего не понимаю», – растерялся Матвей. «Зато я все понимаю. Ты нищий, хотел сыграть нищенскую свадьбу, хотел, чтобы я жила с тобой в бедности, плодила для тебя детей, которым мы не сможем купить даже нормальные игрушки. Я уже не говорю про то, чтобы нанять няню. Так вот, я не выйду за тебя замуж. Моя настоящая свадьба состоится не здесь, а в Шангри-Холле, да-да, в самом дорогом ресторане этого города. Посмотри, какое красивое платье купил мне жених. Его зовут Артем. Он сын директора фабрики. Я долго не могла выбрать между вами. Но когда увидела твою подготовку к свадьбе, все поняла. Извини, но с тобой мне ничего не светит. «Зачем ты устроила весь этот позор? Почему ничего не сказала раньше? Чтобы ты запомнила на всю жизнь, прежде чем делать девушке предложение. И это не я, это ты хотела позорить меня своей нищенской свадьбой. А теперь прощай, меня уже ждут. Будь счастлив, милый». Наташа ушла. Растерянный Матвей стоял среди толпы гостей и молчал, опустив голову. Потом он поднял глаза и обвел всех взглядом. Он только сейчас заметил, что среди них нет гостей со стороны невесты и усмехнулся, а потом сказал. «Я прошу прощения за то, что здесь сейчас произошло. Но в ресторанчике заказан обед, все оплачено. Приглашаю вас разделить со мной этот день». Гости одобрительно зашумели и вскоре все сидели за накрытым столом, но были какие-то притихшие. Пара друзей Матвея, переглянувшись, решили взять веселье в свои руки, и очень скоро им удалось растормошить всю толпу. Матвей выдержал это испытание, а через неделю продал все, что у него было, и уехал в Таежную глушь, туда, где был домик его деда. Иван Андреевич обрадовался возвращению Матвея. Он сам был старым егерем и никак не мог найти для себя замену. А теперь вместо него встал его любимый и единственный внук, которого после смерти дочери он сам и воспитал. Пять лет Матвей и Иван прожили вместе, а потом старика не стало. И Матвей остался в гордом одиночестве, даже не думая о том, чтобы снова попытаться создать семью. В лесу среди дикого зверья он чувствовал себя гораздо свободнее и спокойнее, а потому не побоялся принести домой волка, и теперь занимался им, стараясь облегчить участь несчастного. Односельчане очень быстро поняли, что Матвей очень добрый и спокойный человек. Он всегда был готов прийти на помощь. Когда поселок завалилось снегом или дороги раскисали от грязи, Матвей на своей старенькой Ниве ездил в город, чтобы привезти оттуда старикам еду, лекарства или даже врача. Не отказывал он сельчанам и в другой помощи. Вот и теперь взял малышку у Тамары и спокойно проводил торопившуюся женщину. Волк в это время лежал спокойно, наблюдал за действиями своего нового друга. Когда пару часов спустя малышка заплакала, Матвей взял ее на руки и с какой-то особой нежностью нянчил, успокаивая. Потом покормил, снова поиграл и опять укачал спать. Серый не сводил глаз с Матвея. Вскоре прибежала радостная Тамара, рассказала, что операция уже прошла и все теперь у Федора будет хорошо. Еще несколько раз Тома оставляла дочку с Матвеем и каждый раз не могла найти для него слов благодарности. «Ой, Матвей, что бы я без тебя делала, просто не представляю. Что случится, приходи днем и ночью. Наш с Федей дом всегда открыт для тебя». «Спасибо, Тома, спасибо», улыбнулся женщине Матвей. Наступила весна. Серый совсем выздоровел и даже уже не хромал. Волк привык к своему новому хозяину и совсем не хотел покидать его. Но в последнее время где-то неподалеку стал раздаваться волчий вой, и бродяга, как называл его Матвей, все чаще насторожно шевелил ушами и смотрел в сторону леса. А однажды поднял голову и завыл тоскливо и протяжно, с какими-то особенными переливами в голосе. «Да иди уже, иди», – махнул ему Егарь. «Ты ведь дикий зверь, жить со мной тебе тут не пристало. Найдешь себе хорошую волчицу, заведете малышей. Ты ведь не я, не одиночка». Серый прислушался к его словам, потом подумал и в самом деле направился к лесу, вскоре скрывшись среди начинавших зеленеть кустов. Однако уже к вечеру он был снова у Матвея, а в зубах волк держал недавно пойманного заяца, которого он принес своему хозяину, видимо, в благодарность за то, что тот для него сделал. «Ну, спасибо тебе, дружище, за твой гостиниц», – потрепал Матвей волка по голове. «Давай я тебя за это тоже чем-нибудь вкусненьким угощу». Несколько раз еще волк возвращался к хозяину. Потом его отсутствие стало все более долгим. Так прошло лето. И вот однажды осенью Серый снова решил навестить Матвея. Теперь у него и в самом деле была своя семья – волчица и трое забавных волчат. Но бродяга не забыл о Матвея и скучал по нему. Пробираясь через валежник, волк вдруг настороженно замер, подняв уши. Рядом с ним кто-то пищал. Но этот звук не был похож на привычные звуки леса, хотя Серый его где-то уже слышал. Волк осторожно направился туда, откуда он доносился, и вскоре увидел под старой сосной ребенка, завернутого в какие-то тряпки. Серый все вспомнил. Точно такой же звук он слышал у хозяина и издавало их такое же маленькое существо, как и это. Ребенок. Перед глазами волка снова пронеслась картина прошлого, которую он видел прошлой зимой. Вот Матвей носит на руках малышку и что-то ласково говорит ей. Волк сразу понял, что этот малыш принадлежит его хозяину, а значит, нужно отнести его к нему. Серый подошел и попытался взять ребенка в зубы, как зайца или какую-нибудь другую дичь. Но тот извивался и вообще был очень тяжелым. Крик малыша раздражал, и волк долго возился с ним, пытаясь хоть как-то сдвинуть с места. Вдруг позади хрустнула ветка. Волк обернулся и увидел чужую стаю, которая подошла к нему. Серый напрягся и оскалился. Он понял, что плач ребенка привлек внимание его собратьев, а значит, ему нужно было выдержать бой и победить, не отдать на растерзание то, что принадлежало Матвею. Три молодых волка бросились на Серого с разных сторон и завязалась драка не на жизнь, а на смерть. Пара волчиц смотрели на это со стороны, а потом стали пытаться подобраться к ребенку, но Серый заметил их маневр и не подпустил их. А полугодовалый малыш уже охрип от плача и голода и только тихо стонал, лежа неподалеку от яростно дерущихся страшных зверей. Матвей рубил во дворе дрова, заготавливая поленницу на зиму, когда услышал одинокий волчий вой. Матвей замер и прислушался, узнав голос Серого бродяги. Эти переливы он не спутал бы никогда. Вой раздался еще раз, он словно звал на помощь. В третий раз голос волка прозвучал тихо, еле слышно. Матвей сразу понял, что случилась беда. Он быстро сориентировался, вычисляя, где мог быть в это время зверь, завел ниву и сколько мог проехал на машине, а потом оставил ее в ольшаннике и дальше пошел пешком. Сколько бы ему пришлось искать Серого неизвестно, но вот волк снова подал голос, такой слабый, словно выл в последний раз. Но этого Матвею было достаточно, и он быстро вышел туда, где совсем недавно была страшная битва. Бывалый егерь рассчитывал увидеть все что угодно, но тут даже растерялся. Два растерзанных бездыханных волка лежали в пяти шагах от Серого. Вся земля вокруг него была в крови, и бока бродяги резко поднимались и опускались. Он был еще жив и свернулся вокруг младенца, словно пытаясь защитить и согреть его. Голова Матвея пошла кругом. Откуда здесь ребенок? Мужчина осторожно наклонился и вдруг вскрикнул. Тот был жив, значит Серый защищал его от стаи. Матвей понял все, кроме одного. Как тут, в лесной глуши, оказался Малыш. Неужели чья-то рука посмела оставить его на растерзание зверям? Боже мой, ну как это вообще возможно? Впрочем, времени на размышления у Матвея не было. Сначала он отнес в машину ребенка, потом Серого, и вскоре уже был с ними дома. Малыш был в порядке, и Матвей поспешил к волку. Привычным движением он обработал его раны, дал воды и оставил его отдыхать, вернувшись к младенцу. Это был мальчик, худенький и очень грязный. Матвей побоялся давать ему сразу много еды и покормил только чуть-чуть, размочив хлебный мякиш в молоке. Потом искупал найденыша и снова немного покормил. Больше недели Матвей метался между малышом и бродягой, не призывая никого на помощь, потому что жизни ребенка ничего не угрожала, а с волком справиться мог только сам Матвей. Тамара с Федором и дочкой уехали в гости к родственникам, а никого другого он не хотел посвящать в свои проблемы. Особенно мужчина волновался за бродягу. Тот был очень плох, совсем ничего не ел и только пил воду, с трудом ворочая распухшим языком. Матвей продолжал старательно обрабатывать ему раны, колол антибиотики и часто вставал по ночам, прислушиваясь к едва различимому дыханию зверя. А вот малыш радовал мужчину, он уже совсем не плакал, охотно ел все, чем кормил его Матвей, а гукол с радостью играл с ним и крепко спал после прогулок на свежем воздухе. Выходя с ребенком во двор, Матвей часто видел на опушке леса волчицу, рядом с ней вертелись три упитанных волчонка. «Ждет тебя твоя красавица», – говорил бродяге Матвей, возвращаясь в дом. «И дети ждут. Так что ты давай, поправляйся. Ты сильный и умный волк и должен справиться с болезнью. Одного только не пойму, Серый, откуда ты взял в лесу малыша?» Волк, уже потихоньку поднимавший голову, прислушивался к голосу хозяина и смотрел на него тоскливым, понимающим взглядом. Еще через неделю из отпуска вернулись Тамара и Федор. И увидев Матвея, который возился около машины, окликнули его. «Привет, сосед! Как дела?» «Да все в порядке, вы как отдохнули». «Ой, очень хорошо, так понравилось. Ну а тут какие новости?» «Да какие у нас могут быть новости», – развел руками Матвей. «Ну не скажи, вон в Калиновке ребенок пропал». «Как это пропал?» – насторожился Матвей. «Ну кто ж знает. Мать молоденькая совсем, мечется с ума сходит. Ее Катей, кажется, зовут», – проговорила Тамара. А Федор добавил. «Да, я знал ее отца. Мы в леспромходе вместе работали. Николай хороший мужик был, а как жену похоронил, так руки и опустил. Дочка у него осталась подростком. Катя. Хорошая девчонка. Обед отцу всегда приносила. А потом Райка, новая продавщица, его в оборот взяла. Жить к нему перебралась. Детей своих перевезла. Трое их, кажется. Да еще мать свою старую. Катя при них золушкой стала. Сколько раз мы говорили Николаю об этом. Да только ничего не изменилось. А потом Колю придавила рассыпавшимися бревнами при их погрузке. Хоронили мы его всей бригадой. Больше я о Кате ничего не слышал. Много лет-то прошло». Матвей внимательно выслушал соседей, но о своей находке не рассказал. Решил сначала сам все выяснить. И вот на следующий день, пока малыш спал, поехал в Калиновку, но до села не доехал. Навстречу ему вдоль дороги шла девушка, время от времени устала останавливаясь, чтобы хоть немного отдохнуть. Матвей остановился и окликнул ее. «Вас подвезти?» «Нет, спасибо. Мне в другую сторону. Подскажите только, до ближайшего поселка далеко?» «Пять километров», – ответил удивленный Матвей. «Я только что оттуда. А вы к кому идете?» «Я не к кому. Мне просто с людьми поговорить надо. Может, кто-нибудь что-то видел. Мой ребенок пропал». «Вы Катя?» «Да. А вы?» «Садитесь, Катя. Я все вам расскажу. Заодно подвезу вас в поселок. Но сначала хочу услышать от вас. Как же так? Почему вы не уследили за малышом?» «Что вы? Я никогда не оставляла Мишеньку. Все время он был рядом. Что бы я ни делала. А потом наша старая бабушка заболела. Ее отвезли в больницу, и мне пришлось уехать с ней. Миша остался с моей мачехой. К вечеру она позвонила и сказала, что ребенок пропал. Она ушла доить корову, а когда вернулась, двери в дом были открыты. И никто ничего не видел. Я приехала сразу, заявила в полицию. Но вы ведь знаете, какая у нас глушь. С тех пор я обхожу все поселки. Пытаюсь узнать, может, кто-то что-то видел». Молодая женщина заплакала. «А теперь послушайте меня, Катя», – проговорил Матвей, взял ее за руку, а потом рассказал все, что знал. Вскоре Катя, смеясь и рыдая, обнимала и целовала его, не в состоянии сдержать эмоции. Когда же она взяла Мишеньку на руки, ее счастью просто не было предела. До вечера Катя и Миша прогостили у Матвея, а потом он отвез их домой, радуясь тому, что семья наконец-то воссоединилась. «Ну что, Серый», – обратился мужчина к волку, когда приехал домой. «Ты тоже уже почти здоров и скоро оставишь меня. Опять я буду один, но ты не забывай меня, дружище. Приходи, я всегда буду тебе рад». И вдруг среди ночи в двери Матвея постучали. Он открыл и удивленно вскрикнул. «Катя?» «Да, Матвей, простите, что мы снова побеспокоили вас, но я не могу оставаться там. Когда мачеха увидела Мишу, страшно закричала. Он должен быть в лесу!» «Матвей, это она отнесла его туда, я уверена. Она всегда терпеть Мишу не могла. Ругалась, когда я беременна и вернулась домой. Я ведь уезжала от них, хотела после школы учиться, да только глупая влюбилась. А потом все было банально. Я оказалась ему не нужна, но на аборт не согласилась. Всю беременность мачеха изводила меня, жизни не давала. И потом тоже. Мне некуда больше пойти, Матвей. Пожалуйста, можно мы поживем у вас немного? Потом я обязательно что-нибудь придумаю». «Не надо ничего придумывать, Катя. Оставайтесь столько, сколько вам нужно. А Серого не бойтесь, он только с виду грозный. Как же мне его бояться, если он с собой Мишеньку прикрывал. Если он позволит, я тоже буду ухаживать за ним». Волк позволил. Он понял, что Матвею принадлежит не только ребенок, но и эта женщина. А вот сами Матвей и Катя почувствовали это не сразу. Спустя пару недель, когда Раиса призналась в полиции, что это она отнесла ребенка в лес и бросила там. Спустя пару недель, когда Раиса призналась в полиции, что это она отнесла ребенка в лес и бросила там, потому что он мешал ей своим плачем спать. В тот же день Матвей выпустил Серого на улицу. На опушке стояла волчица с волчатами и поджидала его. Матвей улыбнулся, потрепала бродягу по голове и махнул ему. «Ну давай, беги, она любит тебя и ждет». Волк ткнулся носом в ладони Матвея, потом посмотрел на Катю, разрешил ей на прощание погладить его и пошел к лесу. Уже на опушке он обернулся, посмотрел на провожавших его людей и, обнюхавшись с волчицей и волчатами, пропал вместе с ними в лесу. Матвей, не сдержав чувств, обнял Катю, и она вдруг покраснела, а потом счастливая засмеялась. «Катя, я люблю тебя», — сказал Матвей. Вот только все это время мне решался сказать тебе об этом. «И я тебя люблю, Матвей. Ты лучший мужчина на свете, и я благодарна небесам, что ты со мной рядом. Спасибо Серому, это он подарил нам любовь и счастье, отблагодарив за то, что я его спас», — задумчиво проговорил Матвей. «И я никогда этого не забуду». «Я тоже», — кивнула Катя. «Я тоже».